Привет, друзья! Февральская, односторонняя, но сегодня мы здесь немножечко по другой причине. Мне неоднократно писали, чтобы я прокомментировал ДТП с Велосокомом. Я честно скажу, я его не смотрю, я примерно представляю, что это за блогер, но не смотрю и как-то... Мое мнение будет в этом плане не предвзято, а оно основано будет исключительно на моем личном опыте. Разбора всяких ДТП, ну и плюс на опыте в ПДД. В общем, что я увидел? Я увидел, что на трассе М12, в яркий, солнечный, погожий денек, автомобиль электрический двигается со скоростью где-то 20 км в час, у него садится батарейка, сзади едет Land Cruiser, тоже в правой полосе, которая его прикрывает. Ну, насколько я читал, он на аварийке, я, честно говоря, по видео не увидел, что там была аварийка. Вот. Но, опять же, это уже на совести тех, кто там ехал, вроде пишут, что сигнал аварийный был включен. Ну, они ехали в правой полосе, батарейки садятся, и потом, соответственно, они, как только уже батарейки там в ноль высаживаются, они собирались взять на трос к Land Cruiser прицепить. Здесь все понятно. Ну, вот так получилось, что в этот момент в левой полосе ехал автомобиль, а за ним ехал Santa Fe на большой скорости, и, видать, приближался с достаточно хорошей скоростью, и вместо того, чтобы подождать, проехать, как говорится, эти два автомобиля, водитель Santa Fe решил перестроиться в правую полосу и опередить. Но, перестроившись туда, он увидел, что перед ним вот едут два автомобиля, Land Cruiser, как бы, и, соответственно, электричка. И в этот момент, из-за того, что была большая скорость, водитель Santa Fe понял, что ему ничего не остается, как тупо нажимать на тормоз и пытаться избежать ДТП. Ну, что, собственно, он и сделал, но, видать, очень резко, потому что по видео, то, что я видел, сзади уже Santa Fe врезается в сугроб чуть-чуть боком, ну, и дальше уже, как бы, задней части врезается в электрический автомобиль. В этот момент, как раз, водитель Land Cruiser поступил очень грамотно. Он ушел в левую полосу для того, чтобы уйти от удара. Мне странно, что многие там обвиняют водителя Land Cruiser в том, что он якобы спровоцировал ДТП, как бы, перестроившись в левую полосу. Вот. И, как бы, вот, я понимаю тех людей, которые пишут, что в какой-то момент, ну, когда мы видим по камерам, вот этот водитель Land Cruiser, он уходит левее. Но, насколько я понял, насколько, вот, мне дает опыт вот это вот видение ситуации, что водитель Land Cruiser уходил налево не потому, что попередить, а потому, что он уже увидел сзади, что вот этот Santa Fe, как бы, перестроился и летит на тормозах. То есть, и поэтому он ушел левее, иначе был бы удар сначала, ну, сильный именно удар в сам Land Cruiser, более сильный, мощный. Ну, и дальше по инерции уже собирались бы уже и в электричку врезались, и было бы уже три автомобиля. Вот. Поэтому в данной ситуации я считаю, что водитель Land Cruiser, уйдя влево, он избежал серьезных последствий, как бы, и минус один автомобиль, который участвует в ДТП. То есть, всего только два получилось. Ну, и, соответственно, водитель Santa Fe, ну, когда понял, что уже не успеют оттормаживаться, да, либо его после тормоза занесло, либо как-то, ну, в итоге он тоже максимально пытался принять в сугроб, чтобы избежать ДТП. Но скорость была достаточно высокой, и его даже после сугроба, как бы, по инерции он пролетел и ударился в этот электрический автомобиль. В общем, на самом деле ничего сложного нет, потому что это типичная ситуация тех, кто на трассе едет с высокой скоростью. Потому что, когда вы едете по хорошей дороге, ну, достаточно хорошем автомобиле, то ощущение скорости пропадает. И вы, допустим, двигаете 140 км в час, но через, там, час такой езды вы настолько привыкаете к этой скорости, что для вас она кажется, ну, просто обычной. Если вдруг где-то вам надо снижать скорость, там, до 60, там, грубо говоря, ремонтная работа, еще что-то, то вам в этот момент кажется, что вы просто стоите. Вот. И это тоже зачастую приводит к тому, что люди на такой скорости уже немного расслабляются и неправильно рассчитывают дистанцию и маневры. Значит, кто-то писал, кто-то, ну, что, типа, вот, нельзя двигаться с малой скоростью. Собственно, есть такой пункт, у нас здесь точка 5. Но там написано, что запрещается создавать помехи транспортным средствам, двигаясь без необходимости, ну, со слишком малой скоростью. А мы видим, что у человека уже была необходимость, он не мог быстрее, то есть, сажались там батарейки, все, и вам все медленнее-медленнее. И, чтобы, как бы, опять же, объяснить данным комментаторам, вот, хочу, чтобы вы поняли, вот, если бы так же успел бы остановиться, соответственно, этот электрический автомобиль, Land Cruiser сделал его на буксир и поехал дальше, они бы тоже двигались с малой скоростью, на самом деле. Вот. Поэтому здесь это не оправдывает, опять же, маневр водителя Сантефе, который не рассчитал. Ну, и здесь, мне кажется, 10.5 никак нельзя приписать, потому что очевидно, что ехали на аварийке, и... Ну, и как бы, да, и необходимость в этом была. Вот. Опять же, у вас также может на этой трассе случиться такое, что вы просто, допустим, ну, заглохнет дверь, двигателя, вам надо остановиться, да. Опять же, в данной ситуации там обочины все заметены снегом, достаточно очень узко, и вы вынуждены будете стоять в полосе. И, как говорится, и молиться на то, чтобы те, кто проезжает, они соблюдали ПДД. Иначе так же мог прилететь и в стоячий автомобиль. И кто будет в этом виноват? Ну, конечно, тот, кто влетает. Вот. Вот. Поэтому, еще раз повторю, мое мнение, что именно водитель Тонкрузера, он действительно ушел от ДТП, тем самым, как бы, предотвратив более серьезные последствия. Значит, опять же, водитель Санта-Фе, ну, впредь будет более внимательным, будет соблюдать скоростной режим, дистанцию, все это учитывать. И недавно, вот буквально там, пару дней назад, на лайв-канале Шоц, и на основном канале основное видео, ну, так же примерно, где мы едем в левой полосе, все по ПДД, как бы, с максимально допустимой скоростью, все опережая поток, что мы видим, все полосы там заняты, то есть мы ничего не нарушаем. Ну, и сзади появляется вот этот гонщик на Passat, который и скоростной режим нарушает, который перестраивается в миллиметрах, нажимает на тормоз и так далее. Ну, я так же читаю комментарии от зрителей, которые так же пишут, типа, ну, чуть ли я не обязан уступать вот этим вот нарушителям, которые вот так вот делают, создают аварийные ситуации. Их водителям нельзя назвать, потому что водитель, он соблюдает ПДД. Если бы рулевой Passat соблюдал ПДД, то он бы, во-первых, не разогнался до такой скорости, которая уже там превышает пределы допустимого, это раз. Во-вторых, не стал бы перестраиваться вот так в миллиметрах, и тем более нажимать на тормоз, ну, и пользоваться поворотником при этом. И, опять же, при всем при этом я читаю комментарии, что да, типа, водитель чуть ли не обязан перед нарушителем вот так вот растереть ковровую дорожку, идти поклониться, как бы, и сказать, пожалуйста, чтобы вам комфортнее было нарушать. Такого не будет, и любой нарушитель, он не имеет преимущества над водителем, который соблюдает ПДД. Об этом уже и Верховный суд разъяснил, все. Но, к сожалению, некоторые нарушители, они мало того, что не знают ПДД, а тем более уж решение Верховных судов и так далее им неинтересно. И они ездят до того, пока не станут виновниками ДТП. И только после этого у них появляется возможность подумать, осознать и где-то уже действительно начать соблюдать ПДД и становиться водителями. Вот. Ну, а наши видео, они помогают не доводить до этого. То есть, благодаря нашим видео мы подробно разбираем какие-то моменты, показываем все и даем именно возможность и шанс таким нарушителям уже иметь полноценный выбор. Потому что некоторые нарушают, у них нет выбора. Они просто даже не пытались там выучить ПДД, понять что-то. И у них как бы одно решение, вот, типа, вот, как вот, эмоции подсказали, так они и действуют. Или воспитание, или еще что-то. Но, благодаря таким видео у них есть полноценный выбор. Ну, и хочу напомнить для тех, кто все-таки хочет стать более грамотным, какие-то моменты там уточнить, еще что-то разобрать. Если какие-то сомнения, еще что-то, вы всегда можете по ссылке в описании зайти и написать ваш вопрос. Где я вам помогу стать грамотнее, проконсультирую, объясню, разберу какие-то моменты. Вот. Поэтому заходите. Поможем. Ну, и в заключении данного видео, опять же, хочу сказать, что... Напомнить цель всего этого видео. То есть, я считаю, что по ПДД не прав именно водитель Санта-Фе. И именно его вот этот маневр, то, что он не рассчитал скорость и так далее. И стали причиной ДТП. Все. А остальное отношение там к ВИЛСКОМ и так далее, это здесь... Я ничего не могу сказать, потому что я здесь не заинтересованный человек. Вот. Я разобрал с точки зрения ПДД и опыта разбора подобных ДТП на дороге. Все, друзья, всем удачи. И очень позитивно, что за все это время, пока я вам все это рассказывал, не проехало ни одного встречи в Февральске. О чем это говорит? О том, что все-таки люди смотрят видео, понимают, осознают. И становятся грамотнее. И перестают грубо нарушать ПДД. Все, я очень рад. Всем удачи на дороге. До новых встреч. Ну и, конечно, как вы любите, все это без монтажа, одним дублем.